Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы десятилетиям науки и технологий. Оно включает в себя комплекс инициатив и проектов, которые направлены на усиление роли науки и технологий во всех сферах жизни общества. Университеты страны активно включились в подготовку и проведение этих мероприятий. Накануне в зале попечительского совета Казанского федерального университета прошло заседание рабочей группы номер 4 по привлечению федеральных средств в экономику Республики Татарстан, возглавил которую депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальности Ильдар Ельмуддинов. В заседании также приняли участие председатель Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Рамиль Хайрулин и представители вузов города. Казанский федерально был представлен в лице Марата Софиулина, проректора по вопросам экономического и стратегического развития. Ключевой темой встречи определили ход реализации проекта наука и университета и федеральных программ в Татарстане в 2023 году. Мы понимаем, что нужно активно использовать науку, особенно вузовскую науку, вузовское образование. Весь мир, в принципе, так и работает, потому что основные специалисты, ученые там, молодые силы там. Нам нужно вот эту возможность реализовать конечные продукты во взаимодействии с предприятием и организациями. Коллеги обсудили успехи текущего года и поговорили о задачах на 2024 год. По словам руководителя рабочей группы, у татарстанских вузов очень высокий научный потенциал. Они включены в 49 федеральных программ, в том числе в области науки. Важно отметить, что Ильдар Гельмудинов обозначил четкую позицию по поводу бюджета на следующий год. Уменьшения финансирования программ в области науки и поддержки высших учебных заведений не будет. Наоборот, предполагается увеличение. Марат Софиулин, проректор по вопросам экономического и стратегического развития, выдвинул предложение, связанное с экспортом образования, направленностью на улучшение условий для развития технологического предпринимательства. Сам федеральный университет высказался о той своей работе, которая есть. Есть вопросы, есть проблемы, есть предложения, может быть даже не столько проблемы, а есть интересные предложения с их стороны. Дальше как нам развивать научную составляющую, техническую составляющую, как ее приземлять в производство, те интересные разработки в основном федерального вуза, как их реализовать, что для этого нужно сделать, чем мы можем быть полезны депутатский корпус в работе на федеральном уровне, в законодательстве, в министерствах, ведомствах. Как нам расширить вот эти проблемные узкие места, о которых он говорил, это вот для нас очень важно. По крайней мере, я некоторые вещи первый раз слышу, поэтому такая совместная работа, взаимодействие, она очень полезна. Вы знаете, сейчас очень сильно поменялась внешняя политическая обстановка, но и, соответственно, вуз требований к вузам к модели развития тоже принципиальны. То есть в стране требуется сейчас ускоренное решение вопросов импортозамещения, импортоопережения, но и, соответственно, переформатирование моделей вуза требует и регуляторных вмешательств. Поэтому в соответствии с нашей программой, наш вуз, вы знаете, ежегодно отчитывается на Государственном Совете по своим результатам, но отчет отчетам, а важно текущая работа. Ильдар Гельмуддинов выразил благодарность Казанскому федеральному университету за возможность на своей площадке послушать представителей вузов. Далее в рамках встречи участники отправились в лабораторные комплексы Института физики и Химического института имени Бутлерова Казанского университета. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ Новости.